У меня сегодня есть еще привилегия посвидетельствовать, как я пришла к Богу. Ой, Господи! Думаю, что Бог, который избирает нас от самого рождения, вот всех Он избрал, кто здесь сидит, и тех, кого нет здесь, каждого человека. И Он с каждым работает особенно для того, чтобы привести Его в то место, где Он хочет Его видеть. У меня всегда, постоянно было мучение. Я того обидела, а вот там я соврала, а вот там я не поблагодарила. И так было до 47 лет. И уже было так сложно. Что я натворила? Что-нибудь сделаешь? Что я натворила? В общем, короче говоря, везде и всюду я была виновата. И вот эта вина, постоянная вина, что я грешница, меня привело к тому, что я стала искать. А как вообще от этого избавиться? В то время такой литературы... Библии у меня не было, хотя все мои предки, они все верующие, православные. Но я знала только одну молитву, очень наш, которую меня научили с 4 лет. Дедушка так хорошо нас учил, если ты стоишь на коленях перед иконой, и там чуть-чуть побаловался, он тебя по затылку так даст, что ты лбом опол, ба-бамс, ага, запомнил. Поэтому очень хорошо запоминалась молитва. Но попадались книги в то время, такие, ну они считаются оккультными, но я их читала запоем. И я нашла книгу, в которой говорилось о покаянии. У меня была целая тетрадка, в которой написаны были люди, перед которыми я должна покаяться, которых я должна простить, у которых попросить прощения. В общем, это была такая вот работа. Но самое интересное, что никак прощение-то не приходило ко мне. Я все равно чувствовала себя все время виноватой. Даже картинка, которая висела у меня на кровати, она изображала Бога и женщину молодую. Эта женщина на одном берегу, а Бог на другом. Я заходила в спальню, я не могу туда перебраться. Для меня это сложно, я грязная. И вот это мучило и мучило, до тех пор, пока меня уже не начало мучить, то, что у меня отказало сердце. Диагноз никакой не ставили, но приступы были каждый день, и у меня была вынуждена бросить работу. Потому что работать я не могла. И несмотря на то, что я каялась, я постоянно чувствовала себя непрощенной. Понимаете? До тех пор, пока не приехала племянница и не привела меня к покаянию. Я приняла Иисуса Христа. Трое суток. Со мной начали происходить странные вещи. На трое суток я была погружена, как я потом уже выяснила, когда Библия у меня появилась, когда Бог говорит, выкиньте этого грешника во тьму внешнюю. Три дня и три ночи я находилась в этой тьме. Я ходила, тело мое передвигалось, я служила своим близким, готовила там и все. Но я там три дня разбиралась, Бог разбирался со мной. Это не очень приятное такое ощущение, когда ты вообще как в тьме, в холоде, в тишине, и ты такое одиночество там испытываешь. Понимаете? Одиночество. Это такая дикость. И я поняла, что вся моя жизнь предыдущая, я была одинока. У меня была семья, у меня была хорошая, у меня прекрасные родители, у меня замечательная семья, муж, дети, все хорошо. Но такое одиночество ужасное. И когда это закончилось, я вышла оттуда, и я вдруг понимаю, все, я не одинока. А племянница мне спрашивает, тетя Зина, через трое суток только, вы одинокий? Я говорю, нет. Ты что, Ирина? Она эти три дня молилась за меня. Со мной никто не разговаривал, и она в том числе, и я не с кем не разговаривала, я все время была погружена вот туда. И вы знаете, и вдруг я поняла, мне так хорошо, мне так радостно. Я не виновата. С меня Бог, вот эту вот вину снял просто. Это такое чудо, ходить в свободе. У меня как будто крылья за спиной выросли. Я говорю, не, Ирина, я вообще не одинока. Мне так хорошо. И вдруг я понимаю, что внутри меня сердце-то 16-летней девочки. Понимаете? У меня кончились приступы. И много-много лет до этого года, октября месяца, нет, прошлого года, октября месяца, у меня приступов не было вообще. Ни разу. Понимаете? Ни разу. Я просто счастлива. Господь привел меня в церковь. Господь начал работать с моим сердцем. Он стал открывать слово. А слово, когда я его читала, я просто, знаете, объедалась, можно сказать. Я утром отправляла своих в школу и на работу, хватала Библию, и по несколько часов, не отрываясь, читала ее. Она вдруг стала мне понятной. Она вдруг стала меня кормить. Она стала меня поднимать. Я ждала чудес. Я человек, который верил в сказки в детстве. Единственное, что сказка сказкой, а взрослые говорили, так, не ходи вот туда, там поле, значит, кукурузное, а початки рвать нельзя. А молодежь, дети туда бегут, обрывают эту молодую кукурузу. Там живет ведьма. Не вздумай туда. В общем, короче говоря, тебя Бог накажет. И вот это давило ужасно просто. А тут такая свобода. Вы знаете, с Господом это такое чудо. Это такая красота. Ты уже не виновен. Ты можешь, если ты вдруг ошибся. Конечно, я делаю ошибки. Но если я говорю, Господь, прости меня, я тут же получаю свободу. Да, иногда у нас бывают мокрые памперсы. Но что делать? Ну это жизнь. Мы живем в этом мире. Но как только ты попросил прощения, ты тут же понимаешь, ты свободен. Слава Господу. Я хочу просто призвать тех, кто первый раз пришел, кого пригласили, или вы сами пришли. Вы знаете, это такое чудо примириться с Господом. Если вы не против, вы можете выйти сюда. И мы с вами помолимся. А, встаньте все, пожалуйста. Ну, если вы стесняетесь, давайте мы все вместе тогда помолимся. Проходите, проходите, проходите. Проходите. Давайте помолимся все вместе и скажем так. Бог, Отец, мы благодарим Тебя за то, что Ты послал Своего Сына за мои грехи. Он был распят на кресте. Он отдал Свою жизнь за каждого из нас. Отдал лично за меня. Не за толпу, а лично за меня. Он забрал все мои грехи. Господь, я называю Тебя своим спасителем. Я верю, что Бог оправдывает меня сейчас через Иисуса Христа, через Сына Своего, и наполняет меня своей жизнью. Благодарю Тебя, Господь. Иисус, я отдаю свою жизнь Тебе. И прямо сейчас сойди на меня Духом Твоим. Наполни, Господь, радостью Своей. Прости меня. Оправдай меня. Очисть меня. Освяти меня. И дай мне, Господь, единство с Тобой. И помоги мне жить Твоей жизнью. Благодарю Тебя и славлю Святое Имя Твое. Ты мой Бог. И нет другого. Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой. Аминь. 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 Аминь.